Первая точка маршрута — предприятие «Скифэм». Именно здесь производят инструменты, с помощью которых потом создаются боинги и аэробусы. Несколько видов продукции размером от карандаша до метрового диаметра. Это и фрезы, и специальные пластины, и свёрла. Сегодня небольшое на первый взгляд предприятие с численностью штата 140 человек, ведущее не только в России, но и за рубежом. Наше предприятие среди аналогичных предприятий России занимает первое место по выработке на человека. И мы поставщик номер два в компанию «Сухой» для производства самолётов «Сухого». Значит, первое место пока занимают иностранцы, но мы планируем в следующем году уже выйти на первое место и будем среди всех поставщиков. Но я хочу сказать, из, по-моему, восьми поставщиков инструмента нет ни одного российского населения, единственное мыло. Перспектива увеличения мощности предприятия в новой производственной линии прессования пластин. Это составляющие режущего инструмента для авиационно-космической промышленности. Глава региона осмотрел новую роботизированную линию, а руководитель предприятия озвучил стратегию создания филиала «Скиф-М» на Дальнем Востоке. Евгений Савченко предложил, в свою очередь, развивать производство и в рамках приоритетного регионального проекта по созданию 500 малых предприятий в сельских населённых пунктах. Сам родом из Крачанского района. Что вы можете в Крачанском районе предложить в ближайшие 2-3 месяца организовать какое-то производство, которое для вас будет, то есть филиалом вашего предприятия? Евгений Савченко, я подумаю, что можно сделать локальное там. Чтобы выгодно было для вас, но и с большим пользой для родной земли. Затем глава региона посетил завод ЖБК-1. Сегодня он в числе самых крупнейших в Центральном федеральном округе производителей современных строительных материалов с использованием новейших западноевропейских технологий. В перечне выпускаемой продукции более 5000 наименований. Это их железобетонные изделия, металлоконструкции с элементами художественной ковки, стеновые камни, тротуарная и тактильная плитка. Главе региона представили её самые современные решения. На сегодняшний день сильно в России муссируется вопрос крупноформатной плитки. И для того, чтобы изучить спрос, мы несколько вариантов для себя попробовали. С октября мы, в принципе, начинаем производство данного года. Но оно больше рассчитано на регионы. Не выцветает? Не выцветает? Нет. Обсудили и возможные варианты оформления железнодорожных переездов с помощью тактильной плитки. Ну а следующей точкой маршрута стала строящаяся в посёлке Северный поликлиника. Здание в 960 квадратных метров разместит 8 офисов семейных врачей и клиникодиагностический центр. И клиникодиагностический здесь флюорограф, маммограф будет. Здесь УЗИ кабинет, соответственно, врачи будут принимать. Новое медучреждение строится не только для пациентов Северного, но и для жителей близлежащих сёл. Один лишь клиникодиагностический центр. Рассчитан на 20 тысяч человек. Вести в эксплуатацию современный медицинский объект планируется уже в декабре. А вот новый сквер, благоустройство которого ведётся в рамках приоритетного федерального проекта. Формирование комфортной городской среды уже практически завершён. Общая площадь этого сквера более 60 соток. И помимо зелёных зон здесь планируется ещё построить 4 детские площадки для разных возрастов. Они будут тематические. Основные работы планируется завершить уже до конца этой недели. Александра Прозрова, Дмитрий Боев. Новости Миробелогорья. Первая точка маршрута – предприятие «Скифэм». Именно здесь производят инструменты, с помощью которых потом создаются боинги и аэробусы. Несколько видов продукции размером от карандаша до метрового диаметра. Это и фрезы, и специальные пластины, и свёрла. Сегодня небольшое на первый взгляд предприятие с численностью штата 140 человек, ведущее не только в России, но и за рубежом. Наше предприятие среди аналогичных предприятий России занимает первое место по выработке на человека. И мы поставщик номер два в компанию «Сухой» для производства самолётов «Сухого». Значит, первое место пока занимают иностранцы, но мы планируем в следующем году уже выйти на первое место и будем среди всех поставщиков. Но я хочу сказать, из, по-моему, восьми поставщиков инструмента нет ни одного российского населения. Единственное мыло. Перспектива увеличения мощности предприятия в новой производственной линии прессования пластин. Это составляющие режущего инструмента для авиационно-космической промышленности. Глава региона осмотрел новую роботизированную линию, а руководитель предприятия озвучил стратегию создания филиала «Скиф-М» на Дальнем Востоке. Евгений Савченко предложил, в свою очередь, развивать производство и в рамках приоритетного регионального проекта по созданию 500 малых предприятий в сельских населённых пунктах. Сам родом из Крачанского района. Что вы можете в Крачанском районе предложить в ближайшие 2-3 месяца организовать какое-то производство, которое для вас будет, то есть филиалом вашего предприятия? Евгений Савченко, я подумаю, что можно сделать локальное там. Чтобы выгодно было для вас, но и с большим пользой для родной земли. Затем глава региона посетил завод ЖБК-1. Сегодня он в числе самых крупнейших в Центральном федеральном округе производителей современных строительных материалов с использованием новейших западноевропейских технологий. В перечне выпускаемой продукции более 5000 наименований. Это и железобетонные изделия, металлоконструкции с элементами художественной ковки, стеновые камни, тротуарная и тактильная плитка. Главе региона представили её самые современные решения. На сегодняшний день сильно в России муссируется вопрос крупноформатной плитки. И для того, чтобы изучить спрос, мы несколько вариантов для себя попробовали. С октября мы, в принципе, начинаем производство данного. Но оно больше рассчитано на регион. Не выцветает? Не выцветает? Нет. Вот это и то. Обсудили и возможные варианты оформления железнодорожных переездов с помощью тактильной плитки. Ну а следующей точкой маршрута стала строящаяся в посёлке Северный поликлиника. Здание в 960 квадратных метров разместит 8 офисов семейных врачей и клиникодиагностический центр. И клиникодиагностический здесь флюорограф, маммограф будет. Здесь УЗИ кабинет, соответственно, врачи будут принимать. Новое медучреждение строится не только для пациентов Северного, но и для жителей близлежащих сёл. Один лишь клиникодиагностический центр. Рассчитан на 20 тысяч человек. Вести в эксплуатацию современный медицинский объект планируется уже в декабре. А вот новый сквер, благоустройство которого ведётся в рамках приоритетного федерального проекта. Формирование комфортной городской среды уже практически завершён. Общая площадь этого сквера более 60 соток. И помимо зелёных зон здесь планируется ещё построить 4 детские площадки для разных возрастов. Они будут тематические. Основные работы планируется завершить уже до конца этой недели. Александра Прозрова, Дмитрий Боев. Новости Миробелогорья. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова